Юность отважна и полна героизма. В летах человек осторожен и редко увлекается. Александр Иванович Герцин, мы сегодня будем говорить об увлеченных людях, а точнее о молодежном совете, который создан при Департаменте культуры Администрации Владимирской области. У нас сегодня в гостях его председатель и член совета. Здравствуйте. Я представляю вам Ирину Колесникову и Дмитрия Родина. Итак, молодежный совет. Что это за организация и как давно она была создана у нас в области? Молодежный совет был создан по инициативе Департамента культуры Администрации нашего региона. Мы начали работать в марте этого года и, я считаю, достаточно успешно идем вперед, делаем различные интересные проекты и способствуем развитию культуры в нашей области. Способствуем развитию культуры. Вот мне интересно, наша культура и вообще Владимирский край он просто изобиливает вот этими культурными событиями. Вот все-таки какова роль молодежного совета? Почему все-таки он необходимый? Что изменилось из жизни до его создания? И вот он сейчас, насколько он помогает и функционирует при Департаменте? Ну, вообще практика создания молодежных советов, она достаточно успешная и активно применяется во многих регионах нашей страны. Я считаю, что это действительно очень полезная структура, которая прежде всего позволяет молодым людям, инициативным, молодым, талантливым, которые хотят создавать что-то свое, пробовать идти вперед, выразить себя и получить действительно очень стоящую поддержку для того, чтобы развивать и воплощать в жизнь свои проекты. Давайте сразу на конкретном примере Дмитрия разберем, насколько Дмитрий вам помог молодежный совет и членство в нем? Во-первых, для меня это большой плюс в том, что я познакомился с самым большим количеством молодых специалистов в сфере культуры, потому что до входа в этот совет я не был знаком с теми людьми, с которыми я сейчас имею знакомство. Что такое знакомство в сфере культуры с молодыми специалистами? Это новая кровь, это кровь работников культуры, которая полна изобилием всех идей, творческих идей, и как раз-таки ребята, которые мы в одном совете состоим, они делятся с нами своими идеями, я делюсь своими идеями, это все идет в единый проект и реализуется на территории всего нашего Владимирского региона. Дмитрий, вы не Владимирский, вы из Собинского района, из Собинки. То есть это как раз тот пример, когда можно быть членом большой организации и быть в курсе всех культурных событий, которые проходят в Владимирской области. Кто, как правило, члены совета? Во-первых, чтобы попасть в совет, ребята проходят конкурсный отбор. Сейчас в структуре совета 19 человек, и каждый представляет какую-то сферу, отрасль культуры или искусства. Среди нас есть и художники, и литераторы, и музыканты, и актеры, и библиотекари, и общественные деятели, и психологи. То есть очень такой разноплановый состав, который помогает нам реализовывать любой сложности проекта, от малых до самых больших. Что входит в функции? Что входит в функции Владимирского совета? Вы знаете, мы, как правило, принимаем активное участие в мероприятиях Департамента культуры. Можно сказать, что мы такая правая рука Департамента. Но и также у нас есть свои мероприятия, свой план развития, опираясь на который, мы реализуем наши уже личные проекты, которые утверждаем на наших рабочих заседаниях. Дмитрий, а вы каким образом попали в совет? У вас есть там БЛАТ? Нет, БЛАТа нет. Вы какой сектор поддерживаете? БЛАТа, конечно же, нет в Департаменте культуры. Проходил конкурс, проходил конкурсный отбор, в рамках которого нужно было представить себе портфолио как работников культуры. Нужно было представить резюме, и уже потом в Департаменте культуры конкурсная комиссия выбирало самых достойных, можно так сказать, и 19 человек в него вошли. То есть не так-то и просто стать членом совета. Нужно заявить себе и иметь огромный опыт в сфере культуры. Совершенно верно. По каким критериям отбираются все представители нашей большой культурной жизни? Может быть, есть определенные ниши, которые должны заполниться и укомплектоваться таким образом? Ну, критериев много, но первый, на мой взгляд, это профессионализм и то, насколько каждый из претендентов на членство в Молодежном совете уже проявил себя в культурной и общественной жизни. Какие проекты стоят за его плечами? То есть что он может и что он хочет делать дальше? У вас с телевидения кто-то есть в команде? С телевидения? С телевидения нет. Нет? Есть выпускники, а те, кто представляет СМИ, еще нет? Еще СМИ нет. Все понятно, нам будет о чем поговорить по окончании эфира, пока мы с вами не прощаемся. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, каким образом совет помог вашей деятельности? Ведь вы активно укрепляете культуру, развиваете культуру Собинки. Во-первых, ребята, которые входят в этот совет, они частые гости нашего города. И мне очень отрадно то, что наш маленький город принимает молодых специалистов в области культуры со всего абсолютно региона. И ребята заинтересованы в том, чтобы в нашей Владимирской глубинке что-то показать новое, диковинку показать особенскому народу. И первый приезд как раз-таки нашего молодежного совета – это было выездное заседание. То есть такая новинка, можно сказать, нашего молодежного совета – это выездное заседание. И как раз-таки город Собинка – это первый город, который принимал совет. Привет. Так как многие считают, что наш город – это самый, наверное, скучный город, где ничего не происходит. По вашему внешнему виду не скажешь. Спасибо. Моя задача – сломать как раз-таки этот стереотип, потому что Собинка – это самый такой скучный город. И как раз-таки, когда ребята приехали, они в этом убедились. И то есть одна из моих целей в этом совете уже была достигнута. А уже далее мы с ребятами продолжаем доказывать не только про свой город говорим, но и про другие города, как Киржач, например, тоже там происходило выездное заседание. Показывать нашему региону, что у нас на самом деле не все так скучно, не все так плохо. Я сейчас вас прервую, дам слово телезрителю. Здравствуйте, добро пожаловать в эфир. Здравствуйте. Здравствуйте. А можете задать вопрос? Да, конечно. Какие масштабные события скоро пройдут в области культуры в Собинке? Какие масштабные события области проходят в Собинке? Могу сказать, что уже через несколько дней, в середине октября, город Собинка будет принимать лучшие любительские театральные коллективы нашего региона. У нас в третий раз пройдет на сцене нашего Дома культуры фестиваль «Яблочный переполох», куда обычно съезжаются коллективы не только с Владимирской области, но и даже с городом Москвы. То есть город Собинка может принимать столичные коллективы. Фестиваль идет целый день. Мы начинаем в 8 утра и заканчиваем практически в 11 вечера подведением итогов. И, уважаемый телезритель, мы приглашаем вас на этот фестиваль, потому что приезжают не только посмотреть спектакли, но и обменяться опытом. Многие обмениваются опытом, приезжают, смотрят, узнают что-то для себя новое. И действительно, это стоящее событие, культурное событие не только для нашего города и района, но и в целом для нашего региона. — Ирина, вы были на этом выездном мероприятии, которое организовывал Дмитрий для Молодежного совета? — Да, конечно, безусловно, как председатель. — Поделитесь, пожалуйста, да, потому что, конечно, там было все отрежиссировано, вот встреча с «Левым солью», заканчивая обзорной экскурсией по Собинке. — Да, все было организовано действительно на очень высоком уровне. И Дима, собственно говоря, и есть инициатор наших выездных рабочих заседаний, за что я ему очень благодарна, потому что это действительно очень полезная и очень нужная практика, как для нашего совета, так и для каждой территории нашей области. Потому что это позволяет нам познакомиться с потенциалом, с возможностями, возможно, с какими-то проблемами, которые существуют на сегодняшний день в той или иной территории, в сфере культуры. Мы обсуждаем дальнейшее сотрудничество, как мы можем взаимодействовать, какие проекты мы можем помочь реализовать ребятам или, может быть, вместе создать что-то новое. Ну и наша встреча в Собинке, она была самая первая, она была очень яркая. Мы провели там заседание, мы ознакомились с местными достопримечательностями. Дима нам показал дом культуры, различные музеи. И по завершению нашего приезда в рамках Дня молодежи в июне мы провели акцию «Добрая книга от доброго сердца», которая также появилась в нашей области по инициативе молодежного совета и очень полюбилась и жителям, и непосредственно работникам библиотек. — Какие еще из примеров таких плодотворных выездных заседаний, кроме вот этой акции с книгами, удалось реализовать? — Вы знаете, акции с книгами проходят такой красной нитью среди всей нашей деятельности, потому что многие библиотеки, когда мы провели эту акцию в первый раз, провели мы ее в мае этого года в рамках Всероссийского библиотечного конгресса, и собирали книги для Караваевской библиотеки Петушинского района. И многие библиотекари стали к нам обращаться с просьбой проведите в нашей территории такую акцию. Поэтому, когда мы приехали в Кержач, то там тоже озвучили проблему, такую потребность в пополнении книжных фондов. И в рамках Добра-саммита, который был в сентябре, мы как раз провели такую акцию, и сейчас мы готовим наш визит уже в библиотеку Кержаческого района. — Вот это как раз один из примеров, что и требовалось доказать. — Да, да. — Дмитрий, ваше сотрудничество и ваше участие в этой акции, посвященной добрым книгам? — Как Ирина сказала, на Дне молодежи в городе Собинки проходила на нашей центральной площади такая акция. Мы собрали более 300 книг, которые уже практически так же на днях будут переданы в библиотеку сельскую, в Собинскую район, в Куриловскую сельскую библиотеку. Почему мы не сделали этого раньше? Потому что библиотека не могла нас принять в силу своего ремонта. И отрадно то, что в библиотеках происходит ремонт. И благодаря совету, вот еще возвращаясь к прежнему вопросу, я узнал, что оказывается в Владимирской области очень много молодых библиотекарей. В Собинке, к сожалению, у нас такого нет. Библиотеки молодежи не спешит идти работать, но, посмотрев на Владимир, посмотрел на Киржач, посмотрел на Петушинский район, я убедился в том, что библиотеки будут жить еще долго, потому что туда идет молодая кровь. — Ай, про кровь уже очень много говорили, да? Вот эти новые вливания. Я отчасти понимаю Дмитрия, он пытается ломать теоретипы, он внешне очень симпатичный и импозантный молодой человек. И такая группа из 19 тоже не менее симпатичных, импозантных молодых людей приезжает в город, всем показывает должный уровень, искрит, фонтанирует проектами, дальше уезжает. И вот что дальше? Ваша команда, в которой вы работаете, действительно воспринимают всерьез и как долгосрочные перспективы вот такие, казалось бы, советы, которые созданы с консультативной точки зрения. То есть они как бы, по сути, не принимают законов, еще какие-то моменты, не лоббируют их интересы, они просто помогают своими идеями и проектами, делятся ими. И, показав свой кабинет как раз-таки представителя Молодежного Совета, у них была возможность познакомиться с моими особенскими коллегами. Нашего Дома Культуры очень много молодых специалистов, и это не может нас не радовать. И действительно, когда представители нашего Совета, ребята, уехали дальше, разъехались по своим городам и селам, встал вопрос, что же мы будем делать дальше, заниматься, чем будем заниматься после этого знакомства. И действительно, многие сотрудники нашего Дома Культуры отметили, что они оставили большой след. Во-первых, они вдохновили, вдохновили на новые мероприятия, вдохновили на новые события. И действительно, после их отъезда у нас увеличилось количество мероприятий, еще больше стало, потому что идеи, которые были привезены в Собинку, они уже практически воплощены все, которые привезли в рамках выездного заседания. То есть, это не тот совет, если говорить честно, да, многие советы открываются и быстро закрываются, это тот совет, который работает действительно и будет работать, потому что те 19 человек – это большая творческая масса, это эмоции, это идеи, это события, это мероприятия, это действительно очень здорово. После посещения Собинки молодежным советом увеличилась рождаемость творческих проектов результативно. Результативно. Ирина, вы сотрудничаете ли с такими советами из других областей? Собственно, как там обстоят дела, есть ли подобные, и каким образом вы коммуницируете? Вы знаете, совершенно недавно мы получили приглашение от Новосибирского молодежного совета по культуре, но, к сожалению, мы получили его уже очень поздно, и организовать поездку не было возможности. Мы подготовили для них видеообращение с презентацией нашего совета, которое они показали на своей конференции, на пленарном заседании. Вообще, я считаю, конечно, что взаимодействие нужно с различными молодежными организациями, потому что оно может быть действительно эффективным и полдотворным. И наши ближайшие планы – заключить соглашение с Молодежной думой при Законодательном собрании Владимирской области, потому что там тоже работают очень инициативные, активные молодые люди. Мы надеемся, что наши две команды создадут еще более масштабные и серьезные вещи. Это мы спросим как раз у молодымцев, которые пожалуют к нам после рекламы. А у нас пока есть звонок телезрителя. Здравствуйте! Здравствуйте! Можно задать вопрос? Конечно! Дети какого возраста могут попасть в Молодежный совет? И куда мне обратиться, если я из Лакинска? Пора уже! Пора! Добрый день! Вечер, точнее. К сожалению, мы не знаем, как тебя зовут. Но в наш Молодежный совет можно попасть ребятам, которым исполнилось 18 лет. Но ты не расстраивайся. Ты обязательно занимайся различными видами творчества. Исследуй себя, изучай. И когда ты вырастешь, то приходи к нам, мы обязательно рассмотрим твою кандидатуру. Добро пожаловать! Но принимать участие можно уже сейчас, во многих мероприятиях нашего Молодежного совета. Скажите, как? У вас там в Лакинске есть связи? Конечно, Собинский район, как раз-таки Собинка, Лакинск, все рядом. И во многих мероприятиях участвует также и Дом культуры города Лакинска. То есть это единая творческая связь. Поэтому все мы рядом. Поэтому везде можно принимать участие. Мы, во-первых, анонсируем наши мероприятия. Не просто захотели, провели. Анонсируем, привлекаем. Поэтому, возможно, принять участие всегда. Одним словом, если тебе еще не 18, то пора уже плодить портфолио, копить все награды и пополнять свой творческий багаж. А потом уже, если просим, а до какого возраста принимаете? До 35. Хорошо. Мы удаляемся на рекламу. У нас впереди еще одни гости, которые тоже входят в состав молодежного совета. Будет интересно с ними пообщаться, узнать их точку зрения, каким образом этот совет советует и этот совет функционирует. Мы возвращаемся в студию. Напоминаю, что в центре внимания молодежные советы. У нас в гостях заместитель и председатель молодежного совета Полина Касаткина и член совета Сергей Антипин. Здравствуйте. 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 Мы чуть выше затронули тему о том, что молодежный совет – такой некий посредник между общественностью, общественными организациями, между творческими личностями, да и вообще всей молодежи. Как раз на вашем примере вы представляете организации, достаточно крупные, такие уже весомые, известные в городе, на этом примере могли бы сейчас проиллюстрировать то, что вы же сказали. И начнем, Полина, с вас. Было подписано некое соглашение. Я не знаю уж, каким образом парламентарии и юные закрепляют свои позиции и договоренности. Вам слово, пожалуйста. Да, действительно, я представляю и Молодежный Дум при Законодательном собрании Владимирской области, но больше по направлению культуры свою внеурочную, внеучебную деятельность, как я ее называю, это экскурсовод Владимира Судельского музея-заповедника. Если говорить о нашей деятельности общественной и молодежной думе, то да, мы буквально в пятницу подписали соглашение с общественной организацией «Ардисвет» и подобного рода соглашение о сотрудничестве планируем подписать и с Молодежным советом по культуре, подписываемся с Молодежными парламентами других регионов. Сейчас год волонтерства, добровольчества, поэтому во всех организациях общественных большое внимание уделяется этому направлению. И мы помогаем волонтерами, как «Ардисвет», также и Молодежный совет по культуре. Он является сообразным волонтером в своей сфере, потому что мы проводим добровольческие акции Молодежным советом по культуре. Мы являемся сами волонтерами разного рода мероприятий. Вот в том числе был концерт Дениса Мацуева в Суздале, в Кремле. Мы тоже помогали в организации этого мероприятия. Действительно, это для нас уникальные площадки, где мы можем не только поучаствовать в качестве волонтеров и организаторов, но и увидеть известных людей, пообщаться с известными людьми, можно сказать, прикоснуться к искусству. Если говорить про пример вообще и формат Молодежного совета при достаточно больших и крупных административных образованиях, как и Закладательное собрание, как и Департамент по культуре, вот, к примеру, в Москве, при правительстве Москвы создано шесть молодежных советов. То есть, представляете, в каждой сфере есть юная такая поросль, активная и творческая. Вот, как вы считаете, в других сферах, в других департаментах вот подобный совет, подобная организация, насколько помогла бы в работе? На самом деле, таких советов достаточно много. Есть и Молодежный совет при Прекуроре, есть и Молодежное правительство, которое при администрации области, то есть, такие дублирующие молодежные структуры при исполнительной законодательной власти. Каждый работает в своей сфере, и, конечно, все зависит от людей, которые входят в этот совет, насколько ребята активные. Очень сложно создать такие советы в муниципальных образованиях. Все-таки это большое внимание молодежи должно уделяться, и в каждой сфере очень сложно найти активных, целеустремленных ребят, которые закроют все сферы, например, в городе или в каком-то небольшом селе, поселении. Поэтому вот областные структуры, они действительно заявляют от себя, отбирая лучших из лучших. И действительно, это представители разных муниципальных образований, так же, как и у нас, в Молодежном совете по культуре. Сергей, подключайтесь к разговору. Молодежный клуб русского географического общества, каким образом он принимает участие и взаимодействует с Молодежным советом при культуре? Ну, в первую очередь, я хочу сказать, что многие телезрители наверняка думают о том, что люди, которые состоят в Молодежном совете при культуре, должны обязательно работать в Доме культуры, в библиотеке, в каком-то учреждении дополнительного образования. Нет, это могут быть общественные деятели. Я являюсь руководителем молодежного клуба русского географического общества. Идея была такая же. Создается консультативный орган при региональном отделении, при исполнительной дирекции в Москве, который предлагает свои идеи уже более взрослым людям, членам общества, которые также участвуют в экспедициях, которые также проводят научные исследования, хоть на небольшом уровне, но уже которые достойны для публикации. Также наш клуб начал взаимодействовать с Молодежным советом по культуре. Мы начали работать с областной библиотекой для детей и молодежи, провели огромное количество мероприятий. Библиотека также нас приглашает на свои мероприятия. Вот, допустим, на День города мы проводили графическую викторину в центре на улице Георгиевской. В течение часа через нас, через наших волонтеров прошло где-то порядка 300 человек. Вопросы были достаточно сложные, вопросы были на тематику быт народов России, но люди достаточно хорошо с ними справились и получили хорошие подарки за это. Что касается нашего клуба, мы также занимаемся активным сейчас продвижением и популяризацией географического диктанта. 1 ноября будет проходить всемирная акция. Кстати, мы уже сейчас регистрируем площадку, она будет в Педагогическом институте, проспект строителей, дом 11, 7-й корпус ВЛГУ. Акция будет проходить 12 часов, также можно пройти диктант онлайн на сайте, предварительной регистрации никакой не нужно. Ну, лучше, конечно, прийти на саму площадку и попытать свои силы. На знания географии мира России? На знания географии мира. В этом году вопросы будут намного проще. До этого было 30 вопросов, которые требовали, ну, по большей части, наверное, каких-то точечных знаний. В этом году будут разделены на два варианта по 15 вопросов. Первая более легкая, вторая посложнее. И вопросы будут логического характера, по аналогии что, где, когда. Если молодежные думы, это уже такой подспорье законотворческой работы, то другие организации больше такого общественного характера, и которые не принимают подобных проектов решений на глобальном серьезном уровне. Как вы считаете, может быть, стоит придать более весомый статус, расширить функции молодежного совета при Департаменте культуры? Ну, конечно, мы всегда все взаимодействуем. Ну, что Дмитрий рассказывал, что Ирина нам сказала, что Полина сказала. Полина, кстати, в самом начале упомянула то, что она занимается экскурсионной деятельностью. Полина, кстати, к нам приходила в клуб, и в течение полутора часов очень интересно нам рассказала про свою деятельность, каким образом можно стать внештестным экскурсоводом, где можно проводить экскурсии, сколько времени занимает обучение. Ребята, в принципе, этим заинтересовались, и уже двое сейчас у нас проходит обучение в Владимирсульском музее-заповеднике. Так вот, отвечая на мой вопрос, не просто консультативный орган, но еще и законотворческий сделан из Молодежного совета, да? Конечно, это возможно. Тогда каким образом, как вы предлагаете, давай немножко пофантазируем, Полина. Ну да, действительно область фантастики, но у нас в Молодежной Думе есть только пока что комитет, который занимается вопросами культуры. Если наш комитет соединить с Молодежным советом по культуре, то это будет полноценный законотворческий орган отдельной молодежи в сфере культуры. Ну и совместит он в себе, конечно, сразу несколько функций. На самом деле у нас ребята представляют совершенно разные сферы. Это и актеры театра, например, Анна Лузгина. Это и замечательные специалисты Центра классической музыки, хорового пения Татьяны Гринь. И, конечно, ребята, которые занимаются и художественным направлением. То есть культура настолько обширна и разнообразна, что, наверное, добавлять в нее еще что-то, что-то типа нормотворчества, да, или других сфер, там, здравоохранения, физкультуры, это, наверное, будет уже перебор, потому что в культуре настолько много разных сфер, и ребята настолько разные. И мы объединяем эти сферы. Вот, например, была огромная площадка, платформа «Поэт» и открытое городское пространство, которое тоже собрал очень много участников из других регионов. И там была и музыка, классическая музыка, там был театр, читали актеры театра стихотворения, там, конечно, была поэзия. И сопровождается это все всевозможными мастер-классами, касаемые литературы, чтения, и географии, и различными квестами, и игровыми формами. И вот это, наверное, вот наша консолидация во всех сфер, ребята, кто чем занимаются, и кто в чем силен, оно объединяет нас и делает по-своему уникальным молодежный совет по культуре. А главное, это работающий орган, ребята, которые хотят делать не только в рамках своей работы, да, кто занимается именно в этой сфере деятельностью рабочей, но и в свободное время, по выходным, вечером, после работы мы с удовольствием планируем эти мероприятия, встречаемся и хотим что-то внести лучшее в эту сферу, то, что кажется нам, молодежи, актуальным, современным, новым. Тогда посвятите, уважаемой молодежи, ближайшие планы по развитию этой отрасли, как говорит Полина. Что ожидается, какие проекты, как можно поучаствовать? У нас сейчас будет, будет такой цикл, можно сказать, рождественских встреч. Мы решили совместить вот как раз художественное направление. У нас есть художник, кстати, тоже из Суздаля, как и я, Илья Конотопов, который пытается вот в проекте своим совместить и живопись, и музыку, и поэзию. И вот у нас будет такой цикл готовиться к Новому году. Также мы занимаемся сейчас темой волонтеров культуры и сотрудничаем с областной библиотекой для детей и молодежи. Вот в октябре у нас планируется дискуссионная площадка, совместной, кстати, и Молодежной Думы, и Молодежного Совета по культуре. Мы как раз поговорим про сохранение историко-культурного наследия, подведем итоги фотоконкурса «Объективная история. Прошлое и настоящее». Подпишем соглашение, как мы любим по нашим традициям. Ну и, конечно, будем записывать уже первых ребят, которые хотят стать волонтерами культуры. Потому что, в принципе, штаб такой существует. Это немножечко по-другому называется штаб событийного волонтерства на базе областной библиотеки для детей и молодежи. Поэтому эта тема сейчас как никогда актуальна в год волонтеры-добровольцы. Но год пройдет, закончится, а эта тема будет актуальна. Поэтому мы сейчас закладываем вот эти основы фундамента штаба волонтеров культуры, который будет дальше продолжать помогать уже проводить такие огромные масштабные мероприятия, которые проводятся у нас в области в рамках сферы культуры. Сергей, а как эко-направление у нас сегодня поддерживается членами Совета по культуре? Есть ли дело до чистоты в наших уголках области? Конечно, да. Сейчас мы стараемся больше делать направление на экологическое просвещение как раз в рамках работы Совета. Ну, так как я являюсь, наверное, одним из немногих, кто занимается экологией в нашем совете, мы проводим уроки по экопросвещению. Пока что мы начали с колледжа в ЛГУ. Сейчас мы уже договариваемся со школами и также принимаем заявки на проведение в школах экологических уроков. Уроки происходят в формате интерактивной игры, то есть школьникам не будет скучно. Это не простая какая-то скучная лекция, это проходит игра. Класс делится на несколько команд, задается определенная тематика, и команды либо отвечают на вопросы, либо участвуют в каких-то спортивных соревнованиях. И получают за это призы, ну и в первую очередь, наверное, знания, потому что именно интерактивный формат сейчас для современных детей наиболее актуален. Чуть выше в первой части программы мы говорили о выездных заседаниях, которые так прижились уже в рабочих поездках и стали очень полезным мероприятием. Вот на вашем опыте какие встречи были важны и насколько укреплили вообще им молодежный совет и взаимодействие с районами? Конечно, последняя встреча была одной из самых запоминающихся. Это была поездка в Киржач. Вот я лично для себя открыла этот город, но так случилось, что я не бывала до этого в Киржаче. Я слышала много про него и знала, что там развиваются именно местные музеи, небольшие музеи. Вот этот самый известный деревянный мост, который там вошел в книгу рекордов Гиннесса. Но когда ты это сам посмотрел, сам увидел, ты вдохновился, ты захотел приехать и привезти с собой знакомых, товарищей, друзей, которые тоже увидят этот город, это часть нашей истории, это часть нашего региона. И мы встречались там с представителями сферы культуры и сотрудниками библиотек и с молодежью инициативной, которая реализует разные проекты в области культуры. И мы поняли значимость и такую миссию нашего совета. Мы рассказывали и просвещали в том числе про грантовую поддержку. Ведь и совет, и все организации, в которых мы состоим, они общественные и не финансируются. Но сейчас есть огромная поддержка со стороны государства, как и на муниципальном, так и на региональном, и на федеральном уровнях. И мы рассказывали, какие гранты могут выиграть нас на реализацию своих проектов ребята, в том числе в Киржаче, в Киржачевском районе. Действительно для них это было полезно. И потом нам звонили, спрашивали при оформлении грантов на конкурс грантов президента. Оформляли проект, спрашивали, консультировались. У нас есть замечательный дом НКО в нашем регионе, который тоже во всем помогает общественным организациям. И мы являемся таким мостиком связующим для тех, кто хочет реализовать свой проект. Но им уже нужно расширяться или просто нужно финансирование для этого проекта. У нас есть свои яркие примеры проектов, которые получали гранты. Это в том числе литературные губернии. Начинали мы с грантом территории смыслов на Клязьме. И вот уже третий год проект существует. Он трансформируется из года в год, выбирая новые направления. И тоже в рамках нашей работы в ближайших планах. Это завершение такого огромного блока поэт нашего времени. У нас проходят замечательные литературные квартирники. Если кто-то еще не знает в городе Владимире, тоже по инициативе просто молодых поэтов, которые делятся своим творчеством. Это тоже очень интересное направление, которое мы в рамках нашего молодежного совета стараемся как можно больше развивать и популяризировать. Потому что творческим людям очень нужно внимание. Как никому другому, как никакой другой сфере. И самое главное внимание, которое мы оказываем писателям, молодым поэтам, нашим землякам, оно особо ценно. Нашей творческой молодежи в Молодежном совете мы тоже попытались сегодня уделить внимание. Надеюсь, это получилось у телеканала «Варианты». Наши зрители сегодня тоже были вместе с нами. Спасибо и вам. Напоминаю, что у нас в гостях были Полина Касаткина и Сергей Антипин. До новых встреч с новыми проектами. Ждем вас на телеканале «Варианты». Он всегда открыт таким инициативным и молодым людям.